Здравствуйте, у нас накопилось несколько вопросов личного характера и в связи с поездки в Мариуполь. Первый вопрос, зачем вообще помогать животным, если есть те, которых нам приводят клиенты, и мы по факту лечим тех, которые приводят нам клиентов точно так же, как те, которые приходят к нам сами. В принципе, на самом деле, мы пользуемся руководствами медицинскими, не важно чей пёс или чья кошка, мы будем лечить всех одинаково, потому что во главу угла ставится здоровье нашего пациента, и не важно, является ли он на сегодняшний момент чьим-то питомцем, или он просто сам пришел в клинику, ну, или попал из какой-нибудь благотворительной организации, или, например, буквально на прошлой неделе мы оперировали собаку, которая участвовала в разминировании, участвовала в СВО, да, и мы, ну, в военных не было никаких денег на ее лечение, мы делали МРТ, мы ее прооперировали, и прооперировали это абсолютно точно так же, если бы у этой собаки был какой-то определенный хозяин, собственно говоря, это можно посмотреть на моем канале. Поэтому, почему мы делаем так, почему мы не различаем собаку, которая пришла, грубо говоря, сама и или принес ее владелец, потому что мы руководствуемся только медицинскими правилами, и цель наших всех мероприятий – это восстановить здоровье нашему пациенту, который еще параллельно оказался чьим-то питомцем. Вот в этом, собственно говоря, и смысл. Еще вопрос такой, что меня сподвигло заняться ветеринарией. Знаете, вот есть такие очень часто спрашиваемые вопросы, и чаще всего тот человек, который спрашивает, он думает, что он знает ответ на этот вопрос, да, ну, обычно это говорят, ну, я люблю животных, или там, я хотел всю жизнь лечить кошек и собак, ну, и ожидается чаще всего именно такой вопрос, да, или там у меня была собака, ее не смогли вылечить, и поэтому я решил стать ветеринарным врачом. Но на самом деле все не так. В тот момент, когда я поступал в Ленинградский ветеринарный институт, то ветеринарии, которая существует сейчас, не существовало. Я не мог мечтать или думать о том, что я стану ветеринарным врачом и буду лечить мелких домашних животных, да, потому что нельзя мечтать о том, что на тот момент, в принципе, не существовало. В 88-м, 80-е годы, да, и в 90-е, и в середине даже 90-х, когда мы уже начали лечить наших пациентов, то ветеринарии, которая была сейчас, просто не существовало. Поэтому стать ветеринарным врачом и лечить мелких домашних животных я просто не мог физически, потому что я не знал, что такое существует. Моих планов было закончить ветеринарный институт, уехать в Белоруссию, в хоз Беловежский, и на свинокомплексе заниматься выращиванием, собственно говоря, помогать в выращивании свиней. Вот то, о чем, собственно говоря, я думал на тот момент. Но потом распался Советский Союз, Белоруссия оказалась другой страной. Соответственно, ехать туда стало бессмысленно, да. Все те мои мысли, которые были до, они стали совершенно невыполнимы. Поэтому я начал развивать ветеринарию в Санкт-Петербурге. Да, и вот, собственно говоря, я очень рад, что я стал одним из ветеринарных врачей, которые, в общем, пронаблюдали зарождение ветеринарии. Сейчас мы удаляем опухоль головного мозга, оперируем спиной мозг, оперируем сердце. То есть появилась ветеринария, о которой можно, вот сейчас уже можно мечтать. Дальше у нас несколько вопросов непосредственно по нашей поездке в Мариуполь. Первый вопрос, если провести статистику, то больше пострадавших животных из-за военных действий или по каким-то другим причинам? Вы знаете, мне кажется, что пытаться провести сейчас там статистику практически, наверное, нереально. Потому что я был в Мариуполе, я видел, что там произошло. И, наверное, проводить такие исследования, я, честно говоря, даже не представляю, каким образом. У меня есть, конечно, свое мнение. Оно следующее. Какие-то разрушения моментов стрелов, они были коротковременно, а сейчас проблема есть, и она остается, потому что огромное количество домашних животных, домашних, те, которые всю жизнь пролежали на диване, всю жизнь питались там очень хорошо, они оказались просто на улице. Они не представляют, как добывать еду. домашняя кошка, домашняя собака, она не в состоянии позаботиться о своем пропитании, о том, как себя обогреть или как не попасть под машину, или как просто выжить на улице. Поэтому, в отличие от России, нашей части Санкт-Петербурга, например, невозможно даже сравнивать. Потому что у нас есть собаки, которые бездомные, которые кастрированные, они знают, где ближайшая помойка, они знают, где можно поесть, они живут там в своей будке или там в каком-то своем убежище, ходят как на работу к магазину какому-то, у них уже налажено, быт у них уже налажен. А вот у этих бывших домашних животных такой возможности нет. Поэтому они находятся сейчас в катастрофическом положении. Можно посмотреть на разных каналах, на моем канале, можно посмотреть вконтакте, можно посмотреть, собственно говоря, как эти животные буквально там угрызаются в кусок хлеба, потому что они очень голодные. Грязные, больные. Поэтому я думаю, что намного больше проблем у этих животных сейчас, когда уже военные действия давно закончились. В чем у нас вопрос, что при помощи неравнодушных мы собрали больше тонн гуманитарного груза, достаточно много. Как мы справились с таким объемом и как мы это все делали? Но знаете, на самом деле проблем каких-то больших не было, потому что есть транспортные компании. И в общем до Ростова или до Таганрога можно отправить какую-нибудь транспортную компанию, мы отправляли в деловыми линиями, там груз мы встретили и, собственно говоря, перевезли. Ну а также еще из Санкт-Петербурга постоянно, очень часто ходят большие машины, фуры, которые везут какие-то гуманитарные грузы, какие-то строительные, возможно, материалы. И, в общем, мы можем вот таким вот образом присоединяться просто к огромному количеству людей, которые тоже заинтересованы, помогать другим своим соотечественникам, сородичам, можно так сказать. И вот, собственно говоря, приблизительно так все это и было. Еще вопрос, планирую ли я съездить в Мариуполь еще? Да, вообще в планах у нас было, конечно, надо понимать, что это не разовая какая-то акция. Да, то есть просто съездили там и все, и больше ничего. На самом деле я так заметил, что нам в клинике приносили определенное количество каких-то медикаментов, там кормов еще, и мне кажется, что люди решили, что ну вот один раз мы это делали и все как бы еще. Но на самом деле месяц назад, два месяца назад, там три месяца назад ситуация как была приблизительно, так она и остается. Конечно же, дома строятся, квартиры люди получают, так или иначе там есть электроэнергия, отопление. Но я думаю, что ближайшие там полгода-год в Мариуполе, мариупольцы, ветеринарные врачи Мариуполя будут нуждаться в какой-то помощи. Поэтому, конечно же, это не разовая какая-то акция, мы планируем делать это и дальше, по крайней мере до тех пор, пока в Мариуполе не появится одна или две ветеринарные клиники, которые будут находиться в нормальном помещении. С оборудованием мы стараемся помогать, там рентгеновские аппараты, там анализаторы, то есть миру по нитке. Скоро поедут врачи из Мурманска, тоже повезут определенный груз, да. То есть постоянный поток, так или иначе, какой-то помощи идет. Конечно же, надо постоянно медикаменты, корма, потому что кормить животных надо постоянно. То есть расходы, это постоянное, да. То есть кошка и собака должны два или три раза в день хотя бы есть. Поэтому расходы, количество корма, которое необходимо, оно, в общем, может быть совершенно, ну, практически любое. Нет вакцин, нужны антибиотики, противоглистные, противоблашинные препараты. Поэтому, если вы хотите или можете, опять же, помочь, и хотите, и можете помочь, то присылайте все, что не жалко, может быть жалко, но хотите все равно помочь в клинике нашей, да, на ополчение, на Репищево или на Бухарестскую. Все, что вы пришлете, будет передано и еще даже больше. Еще у нас один такой вопрос, который жительница, я так понял, Мариуполя задает мне как раз в эту тему, что в Мариуполе есть несколько ветеринарных врачей, почему вся гуманитарная помощь так и иначе оказывается у Ольги. На самом деле, на самом деле, это не совсем так, потому что буквально, вот, сейчас несколько ветеринарных врачей из других городов России ездили и помогали, делали около, смотрите, около 360 операций сделали, вот, то есть сделали около 360 операций за буквально там несколько дней, то есть там были и кастрации, и много еще чего было, вот, и поэтому, как бы, не только груз отправляется к Ольге, мы просто с ней, ну, конкретно я, так как с ней знаком, то, в общем, по большому счету, поэтому. Есть список ветеринарных врачей Мариуполя, но, вот, собственно говоря, список, да, врачей Мариуполя, но пока ни один из ветеринарных врачей Мариуполя, кроме Ольги, с нами не связался каким-то образом, в отличие от врачей из Луганска, вот, как только мы опубликовали объявление о том, что мы едем в Мариуполь, хотим помочь привезти какой-то груз, медикаменты, лекарства там и так далее, что будет достаточно большим, абсолютно тут же, наверное, в первый же день, как только мы дали об этом объявление, в соцсетях врачи из Луганска написали, написали, что, вот, как бы, у нас есть машины, мы можем вам помочь, если вам надо перевезти что-то на какой-то груз, мы можем это сделать, то есть, врачи из Луганска, за что им очень большое спасибо, ну, помощи их не потребовалось, но очень приятно, что хорошо встретили, да, хотели их встретить и вот были, в общем, рады помочь, вот, но врачей из Мариуполя, которые также хотели каким-то образом с нами содействовать, в общем, других не оказалось, поэтому вот таким вот образом, вот, ну, вот, хотя объявление было, было, то есть, объявление было, и точно там же, где список ветеринарных врачей Мариуполя, в этом же самом, в этом же самом телеграм-канале, также было объявление о том, что мы едем, и то, что мы будем там как-то помогать, лечить, ведем с собой рентген, и вот, собственно говоря, рентген мы привезли, и, ну, решили его там и оставить, потому что было понятно, что забирать его оттуда, хотя у нас, значит, изначально было плавно приехать, провести какие-то операции, да, ну, просто со своим рентгеном, но потом мы решили, что, как бы, такая ситуация такая, что, естественно, там, там мы его и должны оставить. Еще был вопрос по поводу, почему мы с, решили поехать с Коробовым Александром, да, почему именно с Александром Коробовым, но на самом деле, почему мы это именно с Коробовым, потому что было ли мы, давно ли мы знакомы, и, или так просто удачно сложилась обстановка. Ну, я могу вам сказать следующее, что мы с Александром очень давно знакомы, дружными домами, и лично, и, соответственно, у меня были какие-то идеи, как бы, оказаться в Мариуполе, и, возможно, каким-то образом, но я понимал, что там, скорее всего, очень плохо, и, наверное, надо там, как-то, оказаться, ну, потому что возможности помочь людям у меня есть. И тут, как бы, Господь услышал мои желания, и позвонил, собственно говоря, из Самары Александр, сказал, что вот Василий Кузнецов из Екатеринбурга, ездил в Мариуполь, говорит о том, что там надо реально помогать, и что у него есть мысль и идея съездить, вот, собрать какой-то груз, или там самим еще, самим еще поехать, и как-то кого-то полечить, да, и как я, что я на это думаю. Ну, и, собственно говоря, я сказал, что, конечно же, я думал, что это надо было сделать уже давно, и хорошо, что у нас появилась путеводная звезда в виде Василия Кузнецова, который уже так или иначе дорогу проложил. И теперь мы съездим туда, опять же, и, в общем, продолжим вот эту эстафету. Кроме нас и кроме Василия Кузнецова, опять же, были врачи из других клиник, были врачи из Твери, сейчас вот я знаю, были врачи, опять же, были из Череповца, были из Санкт-Петербурга, и я знаю некоторых врачей из Санкт-Петербурга, которые там достаточно длительный промежуток времени находились, да, просто они это не афишировали, хотя я думаю, что зря, потому что надо привлечь внимание к проблемам тех людей, которые находятся сейчас там, потому что работать в тех условиях в одиночку очень сложно, а у другого нашего, другой части нашего ветеринарного, можно так сказать, коллектива, другой части России, да, возможности помочь коллегам, в общем-то, есть, да, потому что, я думаю, что в любом даже самом, ну, наверное, и на этом небольшом городе ситуация с лечением мелких домашних животных в разы лучше, чем то, что я увидел вот месяц назад там в Мариуполе, поэтому я думаю, что освещать это надо, говорить о том, что есть проблемы, для того, чтобы проблему решить, надо сначала ее обозначить, пока вы не поставили диагноз, вы не сможете начать лечение, поэтому вот эту проблему, которая, да, есть, существует огромное количество больных животных, голодных животных, без возможности где-то существовать, без каких-то больших приютов, люди просто разбирают животных себе домой и устраивают там вот такие приюты, или там ветеринарная клиника, опять же, у себя дома, то есть, вот сейчас там это происходит, поэтому однозначно эту тему надо каким-то образом освещать, да, и развивать это направление, я думаю, что всем миром мы сможем помочь врачам Мариуполя и, собственно говоря, животным Мариуполя, в первую очередь, наверное, вот и ради этого все мы это и делаем. До свидания, до новых встреч!